МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошли за прошедшие дни, за выходные, немножко перед выходными. И попытаемся понять, в общем-то, тренд. Слово «тренд». Кстати, хочу сказать, что Сергей Валерьевич Аксенов во время своей командировки в Москву, где он выступал и у Евелины Закамской, принял участие в заседании дискуссионного клуба «Тренд», в котором Николай Викторович Стариков, партия ПВО, там даже было такое объявление, у нас в аудитории присутствуют два ведущих патриота России. Это Стариков и Аксена. Так вот, мы с вами сегодня давайте попытаемся понять тренд, в котором находится мир, с точки зрения информационной работы, с точки зрения вообще процессов глубинных, а управление – это процесс информационный, то есть информация до того, как произошло событие, информация после этого события, которая рисует в сознании всех жителей планеты, в общем-то, картинку и настоящего, и будущего. Что происходит? Ну, во-первых, Джон Керри, глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, посетил Москву, мы об этом говорили в прошлом эфире, и, в общем-то, достаточно интересное такое было событие. Он приехал с чемоданчиком, Путин пошутил относительно чемоданчика, на встрече сидели и Нуланд, сидел посол Соединенных Штатов Америки, сидел Сурков, сидели Лавров, и, в общем-то, такая была встреча, видимая часть, которую мы увидели, она, на самом деле, вызвала очень много позитивных таких, знаете, реакций. То есть президент был в хорошем настроении, шутил, Керри был в хорошем настроении, в общем-то, далее было обозначено, что будет закрытая встреча тет-а-тет, но самое интересное было сказано Керри после этих встреч, когда он сказал, что стратегическое партнерство России и Соединенных Штатов Америки в интересах Соединенных Штатов Америки. Такое чувство, на самом деле, у многих телезрителей и радиослушателей, сложилось, что мы живем в какое-то время перемен, а это по факту так и есть, но то, что нас начинают как бы хвалить, с одной стороны, а с другой стороны, какие-то процессы происходят, которые подкрепляются еще и другими событиями. Ну, например, во время визита президента Турции Эрдогана Барак Обама отказался встречаться с президентом Турции, хотя он является на самом деле ключевым союзником Соединенных Штатов Америки и по коалиции, и вообще по Ближневосточному конфликту, но, тем не менее, встреча была отказана. При этом была такая оговорочка, что ни в коем случае не воспринимать этот отказ как неуважение. Но на самом деле галочку можем ставить, что что-то не то в Датском Королевстве, что какие-то процессы происходят, которые имеют закулисный характер и которые никак не отражаются, например, в новостных лентах. Это на самом деле вызывает такой определенный интерес. А ключевым событием выходных дней является, безусловно, это захват и освобождение, я бы так даже сказал, освобождение древнего города Пальмиры, который был осуществлен сирийской армией, правительственными войсками, при поддержке российских военно-космических сил. И это событие на самом деле вообще построило весь мир. Все, в том числе и западные СМИ, начали открыто признавать, что политика России имеет стратегия, политика, тактика ведения боевых действий, тактика ведения вообще дел на Ближнем Востоке имеет осязаемые результаты. То есть люди начинают видеть финал, они начинают видеть осязаемый итог этого конфликта, в результате которого военные действия могут быть прекращены. В этом смысле, кстати, очень интересна позиция некоторых патриотов внутри Российской Федерации, которые продолжают до сих пор говорить, что вот ни одна из задач не выполнена, как так мы уходим из Сирии. При этом они рассуждают, знаете, военным образом. То есть раз мы пришли поразить ИГИЛ, то мы там должны воевать до последнего патрона, пока последний ИГИЛовец не упадет. Это неправильно. Любая война делается ради достижения политических целей, а не ради войны. Мы можем воевать до бесконечности, но если в результате этого на планете не останется ни одного живого человека, то кто назовет умным людей, которые проповедуют такую войну. Война – это крайний способ доведения, знаете, такой кнут и пряник. То есть мы садимся за стол переговоров, но показываем кнут, который на самом деле является эффективнейшим инструментом в этой ситуации. Представьте себе, в результате разных разноплановых действий на поле боя, за дипломатическим столом, путем переговоров со всеми столицами региона, путем переговоров со всеми полевыми командирами было предложено на выбор несколько сценариев действий. То есть либо вы объявляете себя умеренной оппозицией и складываете оружие, и подключаетесь к режиму перемирия, либо вы говорите нет, и тогда мы вас просто стираем с лица земли, что Российская Федерация продемонстрировала за последние полгода, как чрезвычайно эффективный русский инструмент. Мы не будем разбираться в сортах этого дерьма, мы будем говорить, ах так, ну и все, и зачеркиваем красным карандашом. Это и происходит, и это на самом деле по-русски действительно эффективно. И Джон Кири после встречи с президентом, который подтвердил курс на сближение Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией, это, знаете, ну такой маркер, который показывает некоторые, ну скажем так, закулисные дела, которые происходят в столицах ведущих мировых держав. Хиллари Клинтон внезапно на одном из интервью сказала, что победа Трампа в президентской гонке будет триумфом Кремля. А Трамп на самом деле, даже в одном из своих выступлений предвыборных, вообще назвал Россию союзническим государством. Вообще Трамп, его поведение, его политика при, ну, осуществлении вот этой предвыборной кампании вызывает очень много таких, знаете, ну, интересных вопросов. То есть всем интересно, почему так человек себя ведет. Мы уже давно привыкли, что демократическая партия, что республиканская, когда меняются руководители овального кабинета, то на самом деле в отношении России, в отношении Советского Союза, это же длинная история, меняется не очень много. При этом очень многие люди заметили, что демократическая партия, даже несмотря на то, что более миролюбимое название, чем республиканская, она, тем не менее, более агрессивна, она более воинственна. Чего стоят, например, бомбардировки того же Белграда, 17-летие от начала которых мы с вами тоже отмечали на запрошедшие несколько дней. То есть люди примерно так представляют, что демократическая партия, которая больше представляет финансовый капитал, а республиканская промышленный, это более агрессивная, более, знаете, такая страновая элита Соединенных Штатов Америки, которая считает, что вот эту эру упадка жандармских функций Соединенных Штатов Америки ни в коем случае нельзя допустить. И Хилари Клинтон, которая представляет этот клан Клинтонов, демократической партии, причем не всей демократической партии, а именно с самого агрессивного крыла этой партии, вошла в клинч, в такой конфликт с Трампом. И на самом деле получается достаточно интересная такая картинка, когда вот эти взаимоотношения на предвыборном поле Соединенных Штатов Америки отражаются на Ближнем Востоке. То есть можно проводить параллели относительно того, какие процессы происходят в Америке на предвыборном поле и какие процессы происходят на Ближнем Востоке. Обама отказался встречаться с Эрдоганом. Правда, интересно. Представитель демократической партии, его другого крыла, которая конфликтует с кланом Клинтонов, вдруг сделал демарш, который связан с тем, что Турцию уже не рассматривают в качестве партнера. А оперативная необходимость в сфере часы обсудить какие-то текущие вопросы, во всяком случае для Эрдогана понять, а что Америка делает, что делает Керри в Москве и какие процессы происходят, она наверняка есть. И вот такой вот демарш. Это очень интересная такая, знаете, оперативно-тактическая информация, которую можно вот взять и спокойно раскладывать на шкале времени и проставлять даты. Вот произошло такое событие, вот прилетел Керри, вот, например, отказ встретиться с Эрдоганом, вот взятие Пальмиры и так далее, и так далее, и так далее. И когда вот такую вот картинку нарисуешь, становится даже интересно играть в эту игру. Это как, знаете, настольные нарды. Интересно играть в игру, особенно если на этом таймлайне взять и нарисовать разных игроков. Демократическая партия, крыло Клинтона, демократическая партия, крыло Керри Обамы, Турция, Саудовская Аравия, Башар Асад, Российская Федерация, причем Российская Федерация тоже неоднородна, она тоже с определенными крыльями, судя по разным заявлениям разных патриотических там крыльев и так далее, и так далее. И вот эта вся оркестровая гамма, она на самом деле становится более понятной, когда во времени начинаешь раскладывать такие события. В любом случае, мы можем с вами зафиксировать сегодня, понедельник, 28 марта, что Российская Федерация достигает колоссальных внешнеполитических побед. что в сочетании с дипломатическими успехами ведомства Сергея Викторовича Лаврова, в сочетании с успехами военного ведомства Сергея Кужугетовича Шойгу, мы с вами достигли ситуации, при которой Россия возвращает свой статус сверхдержавы. Мы, во-первых, у нас была военно-морская база, даже не база, а скорее всего, опорный пункт в Тартусе. Мы получили военно-воздушную базу, опорный пункт. И при этом мы на самом деле сумели сманеврировать таким образом, что мы не вписались в этот конфликт, как в Афганистане. Мы не заняли позицию одной из сторон. Мы по приглашению легитимного правительства вошли туда с целью не вписаться непосредственно за фигуру Башара Асада, который на самом деле еще полгода назад не рассматривался как политический долгожитель. И, в общем-то, все уже староили планы, а что будет после Асада. А сейчас никто, ни в Женеве, ни в Соединенных Штатах, ни в других столицах ближневосточных государств об этом даже не рассуждает. Все понимают, что без Асада не высветится ничего. Но Мария Захарова, спикер внешнеполитического ведомства, сказала, что мы вошли не защищать Асада. Мы вошли защищать легитимное правительство. Улавливаете нюанс? То есть некоторым людям это может показаться, знаете, таким внешнеполитическим лицемерием. То есть говорим одно, делаем другое. Но на самом деле объявленный выход 14 марта основной группировки российских войск. И вот это занятие позиций арбитра, при котором мы на самом деле рекомендуем и столицам ближневосточных государств, и, собственно говоря, и Дамаску, и сторонам конфликта полевым командирам, которые должны были встретиться и встретились в Женеве, которые непростые на самом деле переговоры. Мы рекомендуем поступить так-то и так-то. И когда возник вопрос по курдскому направлению, когда Эрдоган, когда Турция фактически отказала в праве сирийским курдам занимать свой равное место в этих столах переговоров, курды объявили что? Они объявили о том, что они будут заниматься федерализацией Сирии, они хотят сделать свою автономию. Что на самом деле, ну на самом деле это при всем при том, что ведутся разговоры о создании единого Курдистана, о том, что надо переписывать границы, но нужно понимать, что такое изменение глобальное, которое соизмеримо с тектоническими изменениями на Ближнем Востоке, это на самом деле катастрофа. Это на самом деле огромные конфликты, это продолжение войны и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому Российская Федерация занимает миролюбивую политику. То есть, когда было рекомендовано сделать так-то, так-то и так-то, то все партнеры, садящиеся за стол переговоров, они должны были исходить из того, чем это аукнется впоследствии. И Дмитрий Песков, который в эфире ТВЦ дал большое развернутое интервью, он участвовал в ток-шоу, он разложил по полочкам вот эту вот ситуацию. Рекомендую всем пересмотреть на Ютубе и, в общем-то, ну, понять из первых уст, что происходит на самом деле. Вообще, работа с информацией, с точки зрения анализа, с точки зрения синтеза выводов, она строится, как правило, и с точки зрения рекомендаций. Она делается таким образом, что не только надо читать заголовки, не только надо читать статьи, как пересказы. Обязательно нужно смотреть видео, обязательно нужно смотреть на выражение лиц и на энергетику людей, которые это говорят. Я хочу сказать, что Песков, выступающий на ТВЦ, это был субботний эфир, а харизма была такая, и оптимизм, и позитив, что это дорогого стоит. И всех отсылаю на Ютуб, пересмотреть этот эфир. А если уж коснулись темы Ютуба, то хочу обратить внимание на выступление Сергея Валерьевича Аксенова в эфире Велины Закамской. Это было большое развернутое интервью, которое глава республики дал. И там, на самом деле, помимо общих прочих моментов, мне, на самом деле, понравился вопрос. Я его хочу коснуться, так, не агрессивно, связанный с недавней отставкой главы спикера ЗАГС Собрания. Мне кажется, что Аксенов в данном случае чрезвычайно прав, потому что, поскольку мы вступили в достаточно сложное время перемен, и поскольку политика, эта вещь длинная, играется в длинную, то с этой точки зрения все квалифицированные управленцы должны понимать, что они должны вписываться. Если они ставят перед собой какие-то определенные цели, то нельзя ни в коем случае говорить, что либо так, либо никак. Нужно вписываться и таким вот образом влиять на принятие решений, но, тем не менее, работать на общие интересы России. Потому что любые действия, связанные с понижением устойчивости управления государства, в это непростое время, это чревато. И нельзя сказать, что люди нехорошие, нельзя сказать, что они не пользуются уважением. Можно сказать, что люди не до конца понимают вообще практику управления. То есть, что мы хотим получить на выходе, кто у нас в окружении и какие цели мы ставим. Мне кажется, в этом смысле Сергей Валерьевич очень прав. И последующий, тоже на Ютьюбе рекомендую посмотреть заседание дискуссионного клуба «Тренд», где Старикова и Аксенова отвечали на вопросы аудитории. И глава республики на самом деле очень трезвую оценку дает той ситуации, в которой находится Крым, в той ситуации, в которой находится вообще Южный Крымский федеральный округ и по кадровым вопросам, и по другим. Мне кажется, там особо и комментировать нечего. Единственное, хочу сказать, что мне очень понравился вопрос, заданный одним из молодых людей из аудитории, который поднял вопрос о том, что Крым, который стал фабрикой смыслов в 2014 году, который очень сильный импульс дал всему русскому, российскому самосознанию, росту патриотизма, росту поддержки президента, сплоченности общества, при всем при том, что наше общество достаточно тоже не лишено кризисов и межсословных, и экономических проблем. Мы живем на самом деле в достаточно жестком кризисе, когда и финансирование меньше, когда бюджетных осигнований становится меньше, когда упадок рынков для бизнеса, для бюджетников и так далее, но тем не менее, консолидация общества, она достаточно высока. И вот эту фабрику смыслов было предложено продолжить такой темой, как создание аналога Валдайского клуба, дискуссионного, аналитического, где в дискуссиях бы ускорялся процесс выработки и принятия решений. То есть, ну, если понять структуру управления, то есть чиновники на самом деле это как исполнительные директора, это люди, у которых есть ответственность за выполнение задач, поставленных свыше, и которые на самом деле не занимаются концептуальной работой. Они могут эффективно выполнять. Но для того, чтобы вырабатывать эти решения, нужна определенная, знаете, интеллектуальная прослойка людей, которые бы в дискуссии предлагали определенные сценарии, определенные проекты, определенные вещи, которые не только деньги требуют, но требуют, например, кадрового ресурса, требуют приложения рук людей, которые не только что-то знают, но и умеют. И вот в этом смысле предложение создать таврический дискуссионный клуб на территории Республики Крым, который бы работал в постоянном режиме, который бы, например, был менее элитарным, чем другие клубы, и который бы предлагал различные сценарии решения тех или иных вопросов социального характера, экономического, политического и так далее, и так далее. Мне кажется, вот эта идея, которую Сергей Валерьевич поддержал на дискуссионном клубе «Тренд», мы с вами в рамках программы «Информационная война» можем и продолжить, и поддержать. И в данном случае я предлагаю воспользоваться старым инструментом, который называется видеоблоги. И если есть какие-либо идеи, на самом деле наша программа, редакция является, ну, знаете, приемником огромного количества обращений граждан, писем по разным вопросам, причем не вопросом примерно в половину, да, это материального характера, характера собственности, там, земельных вопросов и так далее, а вторая половина это вот стратегические вопросы, картинка будущего, как, какую страну вообще, Российскую Федерацию мы строим, какими направлениями, какими методами, какими способами мы это собираемся достигать. И у меня есть предложение, поскольку дискуссионный клуб это вещь, знаете, бесадресно-циркулярная, то есть собрались специалисты, но то, о чем они договорились, если это не под грифом секретно, иногда стоит посеять среди широкой общественности. И вот тут, вот, знаете, есть безымянные письма, есть письма за подписью, но когда человек говорит открыто, когда человек говорит устно, и это могут посмотреть, то это называется живая вода. То есть мертвая вода это когда написанный текст, его можно толковать так или иначе, но когда ты видишь человека, говорящего, предлагающего, умеющего и знающего, то по его даже невербальным вещам, а не только то, что он говорит, а то, как он выглядит, то, как верит, не верит, пафосно, не пафосно, и так далее, и так далее, то такие видеоблоги, размещенные на определенном там группе, ВКонтакте, Фейсбуке, они могут стать инструментом информирования людей для того, чтобы усилить составляющую цели полагания. Наши дети, например, старшеклассники, студенты, они живут в таком режиме, когда, ну, есть определенная доля бесцельности. У них нет вот этого заряда, а что будет дальше, а для чего я это делаю, ну, то есть меня послали, я учусь. Все делается в таком, знаете, режиме толкнули вагон темный поезда и поехали, а что там дальше, вот прояснить цели, что мы делаем, куда мы идем, какие навыки и знания необходимы, какие нужны кадровые вопросы, решить с точки зрения, даже не позвать людей, умеющих, знающих, у которых длинное резюме, но даже научить молодых, которые на самом деле, вот чего уж греха таить, речь-то о том, как построить справедливую, счастливую, эффективную страну. Так вот, с точки зрения этой молодежь, на самом деле, с точки зрения квалификации, очень многого не умеет. Не умеет писать развернутые тексты, не умеет заниматься документооборотом, не умеет делать публичных выступлений, в конце концов, не умеет вести переговоры и так далее, и так далее. И для дискуссионного клуба, который наверняка будет создан на территории Республики Крым, вот такой вот ресурс, связанный с тем, что люди могут уже сегодня поставить перед собой камеру и записать краткую характеристику себя, кто я, что я, откуда, чего хочу, и предложить фронт работы, который они себе видят. Вот этот элемент построения будущего дискуссионного клуба, мне кажется, чрезвычайно нужным, и наша программа с удовольствием поддержит всех инициативных, молодых и не очень молодых людей, которых интересует развитие Российской Федерации в наше очень непростое время. Особенно интересует с точки зрения сохранения устойчивости управления, что ни в коем случае, ни каким образом, не, ну, знаете, есть несколько способов понижения устойчивости управления. Вот Анатолий Шарий разместил там, я не люблю об этом, на эту тему уже давно говорить, но разместил там короткое интервью со Стрелковым, и, в общем-то, задал ему пару банальных вопросов, на которые получил пару банальных ответов. И вот там вот есть четкий пример того, как человек пытается понизить устойчивость управления Российской Федерацией. Человек не понимает процессов глобального управления, он даже не знает, о каких глобальных игроках идет речь, но оставшиеся обиды, они как бы, ну, заставляют его говорить вещи, понижающие устойчивость управления. И вот с этой точки зрения, работа информационная с населением, вот это цели и полагания, кто мы, откуда мы идем, как мы можем вписываться для того, чтобы страна осталась компактная, собранная, более эффективная, понимание того, что ничего не делается с вечера на утро, что это требует колоссальных усилий, прежде всего, коммуникационных усилий, договариваться с людьми, писать письма, делать презентации, рассказывать об эффективности, даже с точки зрения конкурентной борьбы, когда заходят, например, некоторые компании из материка, и здесь ужесточается, становится более плотным рынок, даже с этой точки зрения нужно повышать квалификацию крымчан с точки зрения того, чтобы в конце концов победили все. И вот эта идея, прозвучавшая на дискуссионном клубе «Тренд», на котором участвовал глава республики, мне кажется, мы с вами можем подхватить и реализовать, и помочь во всех вопросах. В вопросах информационной работы с населением, в вопросах трудоустройства, в вопросах целеполагания, организации проектного менеджмента по всем направлениям, от сельского хозяйства до информационных технологий, и таким образом мы здесь с вами можем создать информационную, интеллектуальную среду, которая поможет вот этот вот скачок, связанный с блокадами, с провисанием в экономике, связанный с нехваткой электроэнергии, с транспортными делами, мы можем этот путь пройти быстрее и выйти на показатели, которые Затулин на встрече с Познером там назвал примерно таким словосочетанием. Я считаю, что Крым станет витриной Российской Федерации. Витрина имеется в виду во всех отношениях. В кадровой, в человеческом факторе, в демографическом факторе, в экономическом, в курортном, в туристическом и обязательно в фабрике смыслов. Мы вернулись в состав Российской Федерации, предложив новые смыслы. Мы, знаете, 60 лет были вне России, ну, ментально, особенно последние 25 лет. И вот это сохранение этой самоидентификации, это чистая фабрика смыслов. И вот с этой точки зрения Крым может стать, ну, инкубатором, может стать кузницей кадров. И я предлагаю всем телезрителям, которых эта тема интересует, поддержать идею, высказанную на дискуссионном клубе, в которой принимала участие глава республики. В эфире была информационная война. Сегодня 28 марта 2016 года. Встретимся с вами в среду. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова